Мегалодон – самый опасный и ужасный хищник на земле, перекусивший своими челюстями кита. Он вымер несколько миллионов лет назад, но на смену ему пришли не менее жуткие существа. Сегодня я расскажу вам, кто же они – самые большие и хищные акулы современности. Мегалодон Более 14 миллионов лет владыкой океанов был мегалодон – гигантская акула, внушавшая ужас всем морским обитателям. Этот монстр жил несколько миллионов лет назад, но на смену ему пришли не менее ужасные и опасные хищники. Сегодня я вам о них расскажу. Мегалодон – одно из крупнейших животных в истории Земли, уступающее по размерам, возможно, лишь кашалоту. В Музее естественной истории в Нью-Йорке реконструировали челюсти доисторической акулы. Ее удалось воссоздать из практически полного набора зубов, найденного в Северной Каролине. В пасти чудовища уместились 6 человек. Это позволило предположить размеры хищника. Некоторые специалисты считают, что длина мегалодона достигала от 80 до 98 футов. Однако палеонтолог Виктор Перес из Музея естественной истории Флориды, пересмотрев методику расчетов на основе ширины челюстей, определил более точную длину. Он пришел к выводу, что длина мегалодона составляла чуть более 65 футов, что сопоставимо с размерами большого двухэтажного автобуса. При этом масса мегалодона составляла более 49 длинных тонн. Зубы мегалодона Само слово мегалодон означает в переводе с греческого языка большой зуб. Древняя акула оправдывает свое название. Мегалодон обладал пятью рядами гигантских зубов длиной почти 8 дюймов. За жизнь акула теряла около 20 тысяч зубов, которые постоянно заменялись новыми. Широкое распространение и многочисленность этого вида подтверждают палеонтологические находки. Предполагается, что мегалодоны были вершиной пищевой цепочки, по крайней мере до появления организованных зубатых китов, таких как косатки. Доисторический монстр был сверххищником. Следы его зубов на костях морских животных свидетельствуют о питании китообразными, ластоногими и крупными рыбами, как живыми, так и падалью. Сила укуса крупного мегалодона, по оценкам, достигала более 10 длинных тонн, позволяя без труда прокусывать грудную клетку небольшого кита. Несколько столетий назад существование гигантского морского хищника, мегалодона, оставалось неизвестным. Зато люди не сомневались в существовании драконов. Крупные зубы мегалодона ошибочно принимали за окаменевшие языки драконов. Они пользовались спросом в качестве талисманов. Легенда гласила, что дракон терял кончик языка в бою или после смерти, и он превращался в камень. Только в 17 веке датский натуралист Николас Стэно идентифицировал эти драконии языки как зубы мегалодона. К сожалению, изучение этого древнего хищника ограничено, поскольку до наших дней сохранились лишь его зубы. Почему вымерли мегалодоны? Так почему же вымерли мегалодоны и кто пришел им на смену? Мегалодоны были теплокровными. Это выяснили американские и европейские палеонтологи. Эта особенность древних акул обеспечивала высокую активность, но одновременно создавала огромную потребность в пище. Температура их тела превышала температуру окружающей воды на 6-7 градусов. Чтобы поддерживать такую температуру, хищники должны были быть очень прожорливыми. Высокий уровень метаболизма, необходимый для поддержания высокой температуры тела, делал мегалодонов уязвимыми к изменениям экосистем и конкуренции, в частности, со стороны появившихся первых белых акул. Анализ зубов мегалодонов и древних белых акул подтвердил, что они занимали схожие экологические ниши и конкурировали за одинаковую добычу. И, по всей видимости, вымирание мегалодонов связано именно с этой конкуренцией. Современные акулы способны избирательно повышать температуру отдельных участков тела, что обеспечивает им скорость, необходимую для охоты на теплокровную добычу. Сочетание этого механизма терморегуляции и меньших размеров тела оказалось эволюционно успешным. Китовые акулы... Мегалодоны вымерли, а им на смену пришли другие огромные акулы. Кто же это? Долгое время китовая акула оставалась неизвестной науке. Ее первое описание было сделано два века назад английским ученым Эндрю Смитом. Китовая акула — не только самая крупная акула, но и самая большая рыба на Земле. Эти гиганты достигают более 62 футов в длину и весят порядка 30 длинных тонн. Китовая акула питается, засасывая огромные объемы воды, богатой планктоном, а затем, пропуская ее через свои 3000 крошечных зубов, фильтрует пищу. Также они едят, открывая рот и плывя вперед. Основу рациона китовой акулы составляет мелкая рыба, кальмары, планктон и ракообразные. В ее меню также входят криль, веслоногие рачки, икра, личинки крабов и другая мелкая живность. Это медлительный гигант, скорость которого редко превышает 2,5 мили в час. Вместо того, чтобы активно плавать с использованием хвоста, китовая акула плавно раскачивает все тело, передвигаясь вперед. Безопасны ли китовые акулы для человека? Этот вопрос часто возникает, ведь это крупнейшие акулы в мире. Однако опасаться нечего. Питаясь исключительно планктоном, они не охотятся и не представляют никакой угрозы людям. Более того, китовые акулы известны своей миролюбивостью, часто проявляя любопытство и даже игривость по отношению к дейверам. Эти гиганты совершенно безобидны. Однако, признаюсь, я бы все равно не хотел с ней повстречаться. Белая акула. Но какие виды современных акул опасны для человека? В топ-3 входят большая белая, тупорылая и тигровая акулы. Именно они чаще всего нападали на людей за последние годы. Большая белая акула, та от названия, полностью оправдывающая себя. Длина этих хищников достигает более 22 футов, а вес – около 3 длинных тонн. Встреча с этим гигантом вселяет ужас, напоминая кадры из фильма «Челюсти». Опасность этих акул заключается не только в их размерах, но и в способности к незаметному приближению. Они подкрадываются бесшумно, нападают внезапно, обладая при этом высокой скоростью и упорством. Обычно после укуса акула отплывает, ожидая, пока жертва ослабеет. Несмотря на устрашающую репутацию, человек не является для большой белой акулы основным источником пищи. Нападения чаще всего объясняются ошибкой или любопытством. Парадокс ситуации в том, что этот внушающий страх хищник сам находится под угрозой исчезновения. Популяция насчитывает всего около 3,5 тысяч особей, истребляемых людьми ради наживы. Полное исчезновение белой акулы приведет к серьезному дисбалансу морской экосистемы. Ареал обитания больших белых акул – прибрежные воды в Австралии, Новой Зеландии, Калифорнии, ЮАР и других регионах. Тупорылая акула или акула-бык считается самой опасной для человека акулой в мире. Статистика нападений подтверждает это, хотя реальное число, вероятно, выше, поскольку ее сложнее идентифицировать, чем белую или тигровую акулу. Особую опасность представляют самцы. Их агрессивность обусловлена высоким уровнем мужских гормонов, что делает нападение практически неизбежным. Способность тупорылой акулы выживать и охотиться в пресной воде значительно расширяет ее ареал и увеличивает риск для людей. Даже будучи выброшенной на берег, эта выносливая хищница с низким болевым порогом способна поедать собственные внутренности. Ее можно встретить, например, в озере Никарагуа, а также в реках Миссисипи и Амазонки. Третий хищник из списка самых опасных для человека акул – тигровая. Она получила свое имя благодаря характерным полоскам на спине молодых особей, которые исчезают с возрастом. Атака тигровой акулы молниеносна и оставляет жертве минимальные шансы на спасение. В некоторых культурах это животное почитается как священное. Акула всеядна, она известна своей способностью поглощать все, что попадается ей на пути – от живой добычи до несъедобных предметов. В желудках пойманных акул находили бытовой мусор, обломки якорей и даже автомобильные шины. За это ее прозвали «мусорщиком океана». Удивительно, но поглощение таких предметов не вредит акуле. Она легко их выплевывает и даже способна выворачивать желудок наружу через пасть, ополаскивая его. А вы бы хотели обладать такой способностью? Ареал обитания охватывает тропические и субтропические воды, включая Карибское море и Мексиканский залив. Тигровых акул можно встретить у берегов Гавайских островов, Северной и Южной Америки, Африки, Китая, Индии и других регионов. Акула-долгожитель А вы знали, что некоторые акулы могут доживать до 500 лет? Акулы являются одними из самых долгоживущих рыб и просто позвоночных животных. Так, гренландские акулы в среднем живут 200-300 лет, но некоторые особи могут дожить даже до 500 лет. Чтобы выяснить это, ученые провели исследование 28 гренландских акул. Большинство из них погибли после поимки. Исследование позволило определить их возраст с помощью радиоуглеродного анализа. Выяснилось, что эти акулы растут невероятно медленно, менее чем на половину дюйма в год. Они достигают половой зрелости лишь к 150 годам. Ученые нашли новую рекордсменку по продолжительности жизни. Возраст одной из исследованных особей составил около 400 лет. Только представьте, прожить 4 века и быть пойманным для проведения исследований. До этого рекордсменом-долгожителем среди позвоночных считался гренландский кит. Его возраст оценивали в 211 лет. Многие другие виды акул живут всего лишь от 20 до 40 лет, в зависимости от размера и метаболизма. Определение возраста этих животных, внешность которых практически не меняется с годами, представляет собой непростую задачу. Ученые решают ее, изучая позвонки выловленных акул. Подсчет годичных колец внутри позвонков, аналогично подсчету колец на срезе дерева, позволяет достаточно точно определить возраст, что подтверждается наблюдениями за ростом акул в неволе. Некоторые ученые будто до сих пор скучают по мегалодону. Несколько лет назад японские криптозоологи взорвали мир сенсационным заявлением. Им удалось заснять монстра на дне Марианской впадины. Видео, записанное подводной камерой, якобы запечатлело гигантскую акулу, которую привлекла специально установленная клетка. Однако чудовище уже через 10 секунд исчезло в океанической бездне. Научное сообщество разделилось на два лагеря. Для одних это стало шокирующим открытием, подтверждающим существование мегалодона в наши дни. Другие же рассматривают запись как гениальную мистификацию, указывая на возможные неточности в определении размеров клетки и даже споря о самом месте съемки. Скептики предположили, что на видео запечатлена не гигантская древняя акула, а всего лишь двухметровая атлантическая акула. Проверка видео на подлинность не выявила явных признаков фальсификации, но сомнения остаются. Океанолог и ихтиолог Павел Павлов высказывает интересную гипотезу. Возможно, мегалодон обитает в таких областях океана, доступ к которым для нас пока ограничен. Или же он прошел значительную эволюцию, разработав механизмы предотвращения обнаружения. Млекопитающие вынуждены всплывать для дыхания, а рыбы могут проводить все свое время на глубине, никогда не появляясь на поверхности. Это объяснение делает идею выживания мегалодона более правдоподобной, но пока что остается в рамках гипотезы. Тайна мегалодона продолжает интриговать ученых и публику. Пока нет бесспорных доказательств его современного существования, вопрос остается открытым, позволяя воображению рисовать картины о загадочном хищнике, скрывающемся в неведомых глубинах океана. Как люди наживаются на мегалодоне? Как мы выяснили ранее, мегалодон жил несколько миллионов лет назад, но люди до сих пор умудряются на нем зарабатывать. Его зубы находят по всему свету. Побережье одного из городков Калифорния стало настоящим клондайком для охотников за древними реликвиями. Здесь можно обнаружить как обычные зубы акул, так и гигантские экземпляры, возраст которых исчисляется миллионами лет. Деннис Брэдли, местный житель, рассказывает, что отец научил его секретам поиска. Мы используем проволочную корзину на длинной рукоятке, которую мы шутливо называем «флоридской лопатой для снега», чтобы просеивать песок под волнами. Когда вода отступает, в корзине остаются обломки ракушек и иногда черный зуб древней акулы, говорит он. На месте современной Флориды миллионы лет назад простиралось теплое море, кишевшее гигантскими акулами. Местные жители рассказывают, что в 50-х зубы этих хищников были настолько распространены на побережье, что дети просто бросали их обратно в океан. Сегодня поиск окаменелости превратился в популярное хобби, приносящее некоторым людям настоящие состояния. Цена найденных зубов мегалодона напрямую зависит от их цвета, который, в свою очередь, определяется минералами почвы. Серые зубы – обычное дело, а вот перламутровые, золотистые или белоснежные экземпляры с сохранившейся эмалью стоят гораздо дороже, объясняет коллекционер Джек Тенни. Один такой зуб может быть оценен в 25 тысяч долларов. Двухлетние поиски Джека на побережье Мексиканского залива увенчались впечатляющей коллекцией – более 100 зубов мегалодона. Кроме того, образ мегалодона эксплуатируется в кино. Несмотря на миллионы лет, отделяющие нас от этого морского монстра, его образ продолжает будоражить воображение, находя отражение в бесчисленных фильмах ужасов и научно-фантастических картинах. Обман с зубами Желающим приобрести зуб мегалодона в свою коллекцию следует быть осторожнее, ведь рынок окаменелостей полон подделок. Мошенники используют различные методы, чтобы создать убедительные копии. Существуют гипсовые копии. Они легко изготавливаются и окрашиваются, имитируя текстуру и цвет настоящих зубов. Также известен метод трансформеров. Покупателям продают экспонаты из частей разных окаменелостей, склеенных вместе. Также аферисты используют эпоксидную смолу для ремонта поврежденных зубов мегалодона, скрывая дефекты или добавляя недостающие части. Покупайте только у проверенных продавцов с безупречной репутацией. Если честно, я и сам был бы не против поставить такой артефакт у себя в гостиной. Нападение акул В прошлом году Международный архив нападений акул зафиксировал 47 происшествий. Это на 32% меньше, чем годом ранее, и на 33% меньше среднего показателя за последние 10 лет. Четыре случая закончились летальным исходом. Более половины инцидентов произошло на Атлантическом и Тихоокеанском побережьях США. Сёрферы стали жертвами более чем в 30% случаев, что исследователи объясняют сильными прибрежными волнами, привлекающими акул и затрудняющими им идентификацию потенциальной добычи. Гэвин Нейлор, руководитель программы по изучению акул, подчеркнул, что данные учитывают только неспровоцированные нападения, позволяя учёным лучше понять естественное поведение акулы и причины редких нападений на людей. Значительная часть нападений акул произошла у берегов Австралии, что экологи связывают с высокой популяцией белых и серых бычьих акул, наиболее агрессивных видов. Другие случаи зафиксированы у берегов Западной Сахары, в Индии, Белизе, на Тринидаде и Табаго, Мальдивах, в Мозамбике, Таиланде и ряде стран Карибского бассейна. Подавляющее большинство пострадавших выжили. Как избежать встречи с акулой? Отправляясь на отдых, помните простые меры по безопасности, уменьшающие вероятность встречи с акулой. Перед тем, как войти в воду, оцените обстановку. Эксперт по акулам Нил Хаммершлаг подчеркивает, в океане всегда существует вероятность встречи с акулой. К счастью, они обычно избегают людей, но есть места, где риск выше. Не следует купаться в устьях рек, это излюбленные места бычьих акул. Мутная вода, часто содержащая бытовой мусор, привлекает их. Высока вероятность встречи с акулами также в глубоких каналах между берегом и отмелями. В местах рыбной ловли. Если видите рыбацкие лодки, откажитесь от купания. Отходы рыбной ловли заманчивы для акул. Признаками приближения акулы могут служить необычное поведение рыб, например, массовые выпрыгивания из воды. Хаммершлаг рекомендует не приближаться к местам рыбалки ближе, чем на 160 футов. Избегайте сумерек и рассвета до времени наибольшей вероятности нападения из-за ограниченной видимости. Перед купанием нужно заранее изучить местную фауну и проконсультироваться с спасателями. Купание на охраняемых пляжах значительно безопаснее. Не следует носить блестящие украшения. Их блеск может привлечь акул в мутной воде. И, наконец, доверяйте своей интуиции. Хаммершлаг советует, если вы чувствуете опасения, не заходите в воду. Многие пострадавшие игнорировали предчувствие опасности. Сегодняшнее видео добавило адреналина в крови. И вы убедились, что океан – это среда полной опасностей. И даже если мегалодон остался лишь в истории и легендах, существующие виды акул представляют реальную угрозу. А вам или вашим близким приходилось сталкиваться с акулой? Расскажите об этом в комментариях. Расскажите об этом в комментариях.